Еще немножко о советской музыке, так, и потом у нас останется тема «Музыка Израиля». Это тоже небольшое, и мы потом закончим. Может быть, если завтра будет возможность, мы еще посмотрим фильм завтра. Хорошо? Так, мы говорили о Пугачеве, да? Я еще не всех выписал, вы сами понимаете, но это те, кто наиболее известны. Рахлин Илья Яковлевич, создатель и руководитель Ленинградского мюзик-холла. Пугачева Певзнер. Я вам не буду подробно говорить, какие она песни поет, все знают, да? Зачем вы будете такие? Да, те, что меньше, там, те больше. Да. Хорошо, Резник Илья Рахмельевич. Илья Рахмельевич. Песни Верни Саш. Ах, Верни Саш, ах, Верни Саш. Какой противнейший пейзаж. Вот че-то профиль и анфас. Не видел глаз бы мою, так вас. Знаете, это моя импровизация. Так, хорошо. Маэстро. Песня его, так. Рейзин Мак Осипович, певец, бас. Да, государственная премия 41-го, 49-го, 51-го. Розенбаум Александр Яковлевич, в комментариях не нуждается, да? Розенфельд Ефим, композитор, автор популярных романсов, танго. Счастье мое, я нашел в нашей дружбе с тобой, и я возвращаю ваш портрет. Рознер Эдди Изнадович, руководитель джаза, народный артист РСФСР Розовский, народный артист, главный режиссер театра, малый бронный Ройзман. Леонид Исакович, органист, пианист, руководил, профессор был консерваторией, да? Книги «Советская органная музыка» выпустил. Слонимский Сергей Михайлович, композитор, автор опер «Мастер и Маргарита», Мария Стюарт, Икар, Тухманов Давид Федорович, композитор, заслуженные дети РСФСР, песни «День победы», «Мой адрес Советский Зоюз», а также многие неофициальные песни, которые мы тоже пели, да? Файер Юрий Федорович, дирижер народный артист СССР, дирижер Большого театра, автор книги о себе, музыке и о балете. Файнберг Самуил Евгеньевич, пианист и композитор, заслуженный деятель искусства СФСР с 1937 года и получил в 1946 году Сталинскую премию, Фельдсман, Фельдсман тоже мы знаем, Аскар Борисович, композитор, народный артист СФСР, писал много оперетты, музыку «Черное море мое», «Мир дому твоему», Фраткин Марк Григорьевич, композитор, народный артист СССР, песни «Случайный вальс», «Березы», «Течет река Волга», «За того парня», «Комсомольцы-добровольцы», Френкель, композитор, песни «Русское поле», «Калина красная», «Журавли для тебя», Фрид Григорий Самуилович, композитор, заслуженные деятельности СФСР, автор опер «Дневник» Анны Франк, письмо «Ван Ри Вай», Фрид Лендер, Александр Григорьевич, дирижер, композитор, написал оперы «Снег», «Торт в небе», балеты «Каменный цветок», «Беспреданница» и «Зоя». Хайкин, Борис Эммануилович, дирижер, народный артист СССР, и был в Шкварцовской консерватории руководитель, «Сталинская премия» в 1946 году, в 1951 году, Хайт, да, Хайт, Юлий, композитор, песни «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», «Гимн воздушного флота СССР, смена, наш герб, романсы, короче, будут встречи, мы с тобой не пара, я не забуду». Цукерман, музыковед, да, Цукерман Виктор Абрамович, Сфасман, Александр Наумович, композитор, пианист, дирижер, Шаинский, Владимир Яковлевич, тоже композитор, народный артист, песня «Дрозды», «Не плачь, девчонка», «Травы, травы», «Улыбка», «Голубой вагон». Цукерман, Игорь, поэт-песенник, «Если б не было войны, гляжу в озера синие, нашей мамы, это Москва». Цукерман, Данил Борисович, вилан-чилист, народный артист СССР, Штейнберг, Лев Петрович, дирижер, композитор, тоже народный артист, и другой Штейнберг, Максим Осипович, композитор, тоже заслуженный деятель, РСФСР, профессор в Генеральской консерватории. Шухутинский, Михаил Захарович, популярный исполицы песен и романства. Эйфон Борис Якович, балетмейстер, руководил хореографическое училище, руководитель танца современного балета. Элья Азберг, Карл Ильич, дирижер, заслуженный деятель РСФСР и дирижер Большого симфонического оркестра. Якобсон, Леонид Вениаминович, артист балета, балетмейстер, заслуженный деятель искусства РСФСР в 1957 году, сталинское премие у него было в 1951-м, работал в Мариинском театре, Малом театре, опере, балете и Большом театре. Это, конечно, неполный, это, конечно, это, конечно, да, должно, видите, и еще многие. Я все, я не говорю, что я составил список всех. Это практически, это практически трудно сделать, правда? Вот те материалы, которые в нем были. Немножко анекдоты рассказать вам, чтобы вы чуть-чуть расслабились, да? Анекдоты о Шостаковиче. Вы поймете, что Шостакович тоже наш человек, да? После смерти первой жены, матери его детей, он не женился довольно долго. А потом у Шостаковича появилась очень странная, мягко выражаясь, супруга. Звали ее Маргарита. В прошлом она была комсомольским работником. Лучше всего характеризует такая фраза. Мой первый муж тоже был музыкант, он играл на баяне. Тоже, да? Довольно скоро у этой дамы произошел конфликт с детьми Дмитрия Дмитриевича, и она была удалена. И даже балкоразбодного процесса не последовало. И тут выяснилось, что она оформила свой брак с Шостаковичем, не расслаблен до конца союз с баянистом. В 60-х годах на какой-то фестиваль приехал из Индии очень богатый и знаменитый в своей стране композитор. Писал он главным образом музыку кинофильмом. Его познакомили с Шостаковичем. Индус, между прочим, спросил. Вы, наверное, платите очень много денег вашему помощнику. Какому помощнику делился Дмитрий Дмитриевич? Ну, тому, кто записывает ваши мелодии. Я сам записываю свою музыку, сказал Шостакович. Как? Поразился индийский гость. Вы даже ноты знаете. Значит, кто-то, кто писал такие воспоминания. Говорит, я вспоминаю, что Шостакович младший пригласил меня на генеральную репетицию «Леди Магбет Ценского уезда» в Ленинградский малый оперный театр. Там он обратил мое внимание на одно примечательное место в опере. Его отец, как объяснил мне Максим, всю жизнь терпеть не мог музыки Чайковского. Но по вполне приятным причинам никогда не смел высказать это открыто. И все же это выразил. Шостакович сам написал либретто для «Леди Магбет». Там преступление Сергея и Екатерины открывается так. Во время их свадьбы пьяненький мужичок ищет, чем бы поживиться, и открывает крышку колодца. Помните, там женщина убила своего мужа, чтобы выйти там замуж. Говоря о свадьбе, открывает крышку колодца, там лежат смердящие трупы. И тогда мужичок начинает петь на тот самый ватив, с которого начинается у Викюра опера Евгения Аевина «Какая вонь, какая вонь, какая вонь». Какая вонь. Все семейство Шостаковича долгие годы пользовалась услугами частной зубной врачихи, дамы с какой-то замысловатой двойной фамилией. Она практиковала в своей крошечной квартирке, где прихожая была также местом ожидания для пациентов. А единственная комната с жильем и кабинетом. Вместе с Донсинской там жила старая прислуга, которая исполняла обязанности санитарка. Максим Шостакович проснулся утром с сильной зубой болью и решил отложить все дела. Сел в машину и поехал к врачихе. Войдя в прихожую, он застал там обычную картину. На диванчике сидели две пожилых женщины и потихонечку переговаривались. Очевидно, дожидая своей очереди, Максим тоже присел на стул. Через некоторое время из комнаты прислуга обратилась прямо к нему. «Ну что же вы здесь сидите? Проходите, пожалуйста». Максим последовал за ней и так и гранул замер на пороге. Посреди комнаты он увидел там гроб, в котором решает старая донсистка. Постоял несколько минут, мой приятель повернулся и отбыл зубной боли во своей оси. Вот так попал, да? Квартира там все, так сказать, прощались, и они подумали, что он пришел попрощаться, да. Ну, вы знаете, Дунаевский тоже отличался своеобразным юмором. Да, помните вот это знаменитое, посвященное фестивалю молодежи и студенту? Вольный ветер, да. И там у нас известно, это поцелуй чиниты. Я уже говорил, помните, кто такие чиниты были сейчас? Чинитус, да. Это свиноеды. Это евреи, которые в Испании, потому что их преследовали, значит, они в себе и галахе разрешили есть свинину, чтобы их случайно не отличали от этого. Поэтому поцелуй чиниты, получается, поцелуй свиноедки. Это к фестивалю молодежи и студенту. Вот такие интересные вещи. Хорошо. Теперь немножко поговорим о музыке Израиля, да. Израиле, естественно, сложилась определенная культура, которая была нарушена после 70-го года и 135-го года нашей эры, когда Израиль, да, был захвачен иудеи, войсками римлян, и практически евреев там не оставалось. То есть, оставался небольшой Ишу всегда, но чаще всего это были какие люди? Ну, религиозные люди, да. Они, естественно, если уделяли внимание какой-то музыки, то только религиозные, но никак не светской и не было, как таковой, еврейской, израильской музыкальной культуры. Когда в 1948 году восстановили государство Израиль, оказалось, что необходимо создавать свою национальную культуру. Помните, долгое время спорили, какой язык будет в Израиле. Некоторые считали, что будет идиш, но я говорил, что после Второй мировой войны практически людей, говорящих на идиш, не осталось. Молодежь этот язык забыла. И идишская культура, она, в общем-то, сейчас где-то существует, ну, как, просто как культура воспоминаний, да. Но она не является живой культурой. Вот кто среди нас хорошо говорит на идиш? Ну, отдельные слова, да, отдельные слова, видите? Или кого вы знаете, кто сейчас может свободно говорить на идиш, да? То есть возникает проблема. С другой стороны, приезжают в Израиль разные люди, да? И светские люди, и люди религиозные. Ну, естественно, религиозные люди, они будут говорить, что нужно культуру делать на религиозной основе, да, светские на светской основе, и практически сейчас, если говорить как о культуре едины, культуры в Израиле нет, вы сами знаете. То есть каждый приезжает, да, со своей культурой. Если приезжает больше стран Востока, с Йемена, ну, так как было когда вот из Эфиопии, из Ирака, из Ирана были целые компании, типа ковер-самолет, там назывались, да, когда вывозили евреев, то тогда больше с восточной культуры приезжали. Если начинался массовый исход из стран Советского Союза, то вы знаете, что веселые и находчивые, да? Вот какая между ними разница, веселые поехали в Израиль, а находчивые поехали в Соединенные Статы, да? Вот, то есть, как с таковой культурой у Израиля сейчас нет, сложно, сложно, по крайней мере, говорить об этом. И вот поэтому возникло такой важный вопрос, какой же быть культурой Израиля? Ну, и сами знаете, что сама песня Атиква, это первая, можно сказать, израильская песня, которая как израильская была сочинена, да, это гимна Израиля, она была сочинена за 50 лет до самого образования государства Израиля. В 1878 году был текст песни Тикватену, написал Нафтали Герц Имбер. Но это была песня о тех евреях, которые возвращались на землю Израиля и восстанавливали поселения. То есть, это была надежда на восстановление еврейских поселений, да? И вместо, значит, строки Ольфаты Мизрах Кадема, там были другие слова. Там говорилось просто о восстановлении поселений, да, на израильской земле. Но затем она была переделана и стала гимном Израиля. То есть, гимн Израиля образовался за 50 лет, да, помните, в 97-м году, да, да, а в 47-м году, да, через 50 лет образовалось государство Израиль. 1190, да. Было сначала просто Тикватену, стихотворение, песня о восстановлении поселений, да, о поселениях у Израиля. То есть, там не все слова такие были, как сейчас. Там не говорилось эти слова, да, надежда на земле Израиля, да, быть свободным народом. То есть, вот этого места не было. И герб Израиля, помните, герб Израиля, он где описан? Он у Захарии, да, описан. Это минора и две веточки. Взят ли герб Израиля из описания Захария или Захария предвидел герб Израиля, трудно сказать, да. Это одно из тех пророчеств, как, например, Ешуа. Взял ослицу, молодого ослёнка, для чего? Для того, чтобы выполнить пророчество, да, о котором он знал. А флаг Израиля, когда спросили, а какой же будет у Израиля флаг, да? И тогда кто-то из депутатов взял талит и начал им размахивать. Вот вам и флаг Израиля, да. У талита есть полоски, белое полотнище. Ну, ещё символ Маген Давид, это был символ сиониста. Поэтому это были сионисты, они нарисовали Маген Давид. То есть, вот так вот флаг, герб и гимн был сделан, в том числе, за 50 лет до образования Израиля. И вот есть несколько таких теорий, по которым должна развиваться израильская культура. Первая группа считает, что необходимо восстановить первоначальную израильскую восточную культуру и отказаться от позорного голодного наследия. Это можете записывать, да? Значит, первое мнение какое? Да, возвратить то, что было когда-то. Это называется, можете записать, взгляд назад, да? И отказаться от всего голодного наследия. Ну, как вы думаете, должны ли мы от этого отказываться? Ведь это огромнейшее богатство, которое за 2000 лет приобрел наш народ, правда? Итак, значит, нужно развивать только иврит, нужно развивать только первоначальную культуру, отказаться от позорного голодного наследия. И это мы говорили, как называется, взгляд назад. Да. Второе. Языком Израиля сделать идыш и развивать именно идышскую культуру. Так как все-таки большинство евреев, они с какой были культурой связаны? С идышем, да? Это называется отрыв от библейских корней. То есть, то, что было давно, бельем поросло, нам не надо его восстанавливать, да? Нам надо развивать идышскую культуру. Это, значит, называется отрыв от библейских корней. Третье. Это европейское и американское мнение. Это космополитическое. 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 То есть, евреи, это не представляет собой нацию, да, евреи всего мира. И все богатство всего мира, оно является еврейским. Мы видим, да, что почти вся русская музыка, русские песни, они по сути своей какие? Еврейские, правда? Да. Американцы, все американские, джаз, да, тоже еврейское. И так далее. Космополитическое направление. И есть еще такое мнение, которое называется взглядом на восток. Потому что говорят, что так как Израиль принадлежит востоку, значит, какую культуру мы должны развивать? Восточную. То есть, культуру еминских, культуру арабскую и так далее. Поскольку Израиль и как к политическому отношению, и как к географическому отношению, это все-таки не западное государство, да, а государство востока. А восток, как говорят, дело тонкое. Правда? Ну и последнее мнение, это синтетическое. То есть, нужно делать что-то вот такое среднее, что будет и богатство лута вбирать, и богатство классической еврейской музыки, и богатство восточной музыки. Синтетическое. Ну, конечно, очень трудно выдержать какое-то определенное идеологическое управление. Жизнь, она сама расставляет акценты, как вы сами понимаете. И сколько бы люди не спорили, да, когда приходит время, возникает что-то новое. Возникает что-то новое. Ну, были люди, которые считали, что есть идеологическая приемливость или неприемливость чего-либо. Хорошо, теперь немножко ознакомимся с представителями разных мнений. Ну, вот космополитические. Помните, были оперы Сапсона, Далила, да, Сен-Санса. Были другие, которые считали, что нужно включать Нигу Ним, традиции петербургской группы, которые вдохновлялись идеями русской национальной музыкальной школы. Шлома Розовский в 1928 году отмечал 20-летие петербургской группы. И он писал так. Еврейская музыка. А что, есть и такая? Да? А потом, припомнив, что как-то на свадьбе в Одессе он на самом деле слышал еврейскую мелодию. Вот это такая петербургская русская еврейская группа. И после этого, что вспомнили, что все-таки есть еврейская мелодия в Одессе, еврейское музыкальное общество внесло в себя название еврейское народное музыкальное общество. И дальше Розовский говорил, что еврейская интеллигенция встретила это в штыки. Разве это настоящая музыка? Взмущаются они. Дайте нам симфонию. Дайте нам оперу. Дайте нам какие-то мелодии с русифицированной аранжировкой. Ну, Рымский Корсаков, помните, он не был евреем, но он занимался аранжировкой еврейской музыки, включал ее в свои, так сказать, произведения. И он говорил, что еврейская музыка еще ждет своего глинку. Дальше. Приверженцы взгляда на восток. Она говорила, что музыка еврейская, она искажена. Искажена голодной ментальностью, и от нее нужно избавиться. Только в мелодиях востока находили образец для формирования израильского музыкального стиля. Представитель этого течения Менаше Рабинович. Где можно обойтись без... Помните, вы сейчас говорили, охарактеризовали эти течения, да? Теперь будем говорить о представителях этих течений. Где можно обойтись без Рабиновича, да? Нигде не обойтись без Рабиновича. В Одессе есть три улицы Рабиновича, да? Где Ребас, да? Помните? Другого Рабиновича Шалома Лейхова и Цка Карабина, да? Еврей – человек востока, говорил Рабинович. И его душе близки восточные звучания. Несмотря на западную образованность, он искушенность, он сын востока. И только основы восточной музыки, значит, будут приживаться. Восточной музыке ритму отводится почетное место. А в западную ее значение принижено, и он остается неразвитым. Ну, в современной музыке все-таки ритм преобладает над мелодией. Возможно, Рабинович и был прав, да? Еврейские композиторы – Майерберг, Мендельсон, Рубинштейн, Оффенбах, Майлеш, Шейбин, Карангольд и многие другие – подсознательно преданные мелодии и ритму. И хотя внешнюю форму своих произведений не переняли у своего европейского окружения, по содержанию они – люди Востока. И вот Рабинович решил выпустить меморандум, которое получило название «Декларации Рабиновича». Однако эта декларация Рабиновича ничего не дала. Как всегда, после 1930 года, после статьи Рабиновича, собралась большая группа людей, которые начали спорить. И следующий был Зандберг. Зандберг, который говорил, нужно избавиться полностью от любого западного влияния. Нужно принять в свойственной восточной музыке микротональность и по возможности избегать исполнения западной музыки. Так как мы этого товарища не помним, то с его именем было забыто и это крайнее мнение. Следующий Авраам Цви Эдельзон. И. Дельзон. Жил с 1882 по 1938 год. Он был ученый, осветивший этнические музыкальные традиции эрис-Исраэля. В 1906 году он переехал в Иерусалим и систематически записывал, транскрибировал национальную музыку различных этнических групп страны. И опубликовал больше ста очерков со своими наблюдениями. В общих чертах его выводы сводились к тому, что в музыкальной традиции восточных евреев сохранились элементы древней музыки. То есть этот человек искал во всех этнических направлениях древнюю музыку. Но помните, мы говорили, что может быть в Эфиопии что-то такое и осталось. Но, как говорится, не в нашем районе. В нашем районе вы уже не встретите бабушки обычаев и дедушкиных обрядов. Вот разве что в Эфиопию. Поэтому надо ехать в эти все этнические общины и все это тщательно записывать, транскрибировать, ранжировать. И из этого мы получим израильскую музыку. Большую роль в восстановлении этого наследия сыграли исполнители йеменского происхождения. Йеменцы, они сохранили, можно сказать, в наибольшей степени ту культуру, которая была в Израиле до его разрушения. Да, Йемен. Йемен, вы знаете, на Аравийском полуострове, да, юго-западная, юго-западная часть, небольшая страна. По ряду причин йеменцы сохранились. Вот такое слово «йеменский», «восточный» долго оставались синонимами. Одна из исполнительниц, запишите, Брахацфира, она стала настоящей звездой, талантливая певица и сыграла заметную роль в объединении музыки йеменцев и других этнических групп, на котором пыталась выработать общий израильский стиль. Брахацфира рано потеряла родителей, росла в Иерусалиме, в сифарской среде и усвоила ее музыкальную традицию. Потом ее отправили в детский дом, где она познакомилась с песнями «Эрис Исраэль». Ее музыкальный дар и глубокий теплый грудной голос обеспечили ей успех в исполнении песен как йеменцев, так и других этнических групп и шоуа. Следующий композитор Александр Урия-Боскович. Александр Урия-Боскович первый говорил о Средиземноморском стиле. Вы знаете, что Средиземные моры имеют свой стиль греческий, югославский, если послушать, а также Крит, Кипр, Восточный. И поскольку Израиль относится к Средиземному морю, и в столице тогда был Тель-Авив, да, вы помните, то есть он имевший выход к Средиземному морю, то следует развивать именно Средиземноморские традиции. Свои идеи Боскович осуществил в Сибирской сюиты. То есть он придавал восточной музыке свою такую вот широкую роль, как общесемитской музыке. Следующий композитор Карл или Карл Соломон. После того, как его назначили на пост главы музыкального отдела Палестинской радиовещательной службы. Большой пост. Сами поймаете, он мог решать, что давать в эфир, а что не давать в эфир. В 1936 году поставил вопрос об отношениях между универсальной музыкой, с одной стороны, и еврейской музыкой, с другой стороны. Он пытался побудить слушателей воспитывать в себе терпимость к вкусам других и знакомиться с их музыкальными традициями. Он говорит, где некоторых Хольфаден звучит более по-еврейски, чем Оффенб акх, а Хрон больше, чем Майлер, Майербер больше, чем Мендельсон, Радхаус больше, чем Курт Вайль, а йемецкая мелодия больше, чем Нигун польских евреев. Но он закричал, что в задачи радиовещательной службы не входит решение всех проблем, а только их обсуждение. То есть он предлагал различные песни, различную музыку. А вы сами решаете, да? И думаете, какую из них считать еврейской. И вот этому спору в 1937 году состоялась музыкальная радиовикторина. О ней критик Герман Суит писал. Однажды вечером было исполнено без названий несколько музыкальных произведений. А слушателям был задан вопрос. Еврейские ли это мелодии или нееврейские? А сыр бы, допустим, сыграли там в Волдоведяску, да? Еврейский или гапак? Мы сегодня утром видели, что гапак, оказывается, это еврейская мелодия, да? Еврейская это или нееврейская? А слушатели должны ответить. Еврейская или нееврейская музыка? Немало слушателей нашло еврейское в арии пьяницы Варлаама из оперы Мусоргского Борис Годунов. Ария пьяницы почему-то казалось, что это еврейская музыка. Зато в музыке, которая считается традиционно еврейской и даже домеренно сочинена как таковая, например, в произведениях Йосифа Ахрона и некоторых других, они не определили, что там есть еврейский дух или еврейский мотив. В результате в 1947 году Герман Суит делает вывод. У нас есть прекрасные композиторы, и я не собираюсь принижать их достоинства и значения. По правде сказать, однако, они представляют лишь ту часть еврейской музыки, которую можно назвать израильской. Эта музыка не решена самобытности и добилась некоторых успехов в технике, но не может претендовать на роль представителя еврейской музыки в целом. Представление о том, что еврейская музыка отвернулась от восточноевропейской традиции, нашла поддержку в книге Израиля Шарлиты «Еврейская музыка. Ее творцы», которая вышла в 1960 году. Автор писал, что приступив с таким энтузиазмом к поиску восточных корней, не слишком ли резко порывает израильская музыка с недавним прошлым нашего народа? Не проявляет ли она обидное неуважение к нему? Некоторые утверждают, что следует поддерживать и укреплять связь между израильской музыкой и восточноевропейской, то есть идижской, традицией влияния, которая еще так ощутима в нашей стране и которой сиюодные музыканты до сих пор питают уважением. В 1978 году Барахат Сфира написала книгу, которая озаглавила «Многоголосие». Это сборник мелодии евреев восточных и сифарских идинических групп, а также местных арабов и бедуинов. Помните, мы говорили о Барахат Сфире? Она была каким представителем? Да? Близко к Йеменской группам. И выход этой книги «Свет» пришелся на время серьезного кризиса культурной и социальной абсорбции эмигрантов со всего света. Барахат Сфира пишет. В Израиле есть балетный театр «Инбал», созданный Сарой Леви Танай. Сара Леви Танай в достойной премии Израиля в 1973 году родилась в Иерусалиме также в семье эмигрантов из Йемена. Рано осиротела, начала воспитываться при утецфате, а потом в детском доме Мире Шее, где росла и Барахат Сфира. Видите, их судьбы чем-то похожи. Усвоив песни и танцы «Рыц Исраэль», Леви Танай унесла свой вклад в их обогащение как композитор и педагог в детском саду. Танцевали в «Инбале» юноши и девушки, привезенные из Йемена в Израиле в 1948 году в ходе операции на Орлиных крыльях. Современная танцевальная техника и универсальный пластический язык сочетались в этом ансамбле с содержанием сюжетами из жизни йеменцев и других этнических групп. Среди тем для танцев там были «Библия», «Пустыня», «Землепашество». В 1978 году, когда Барахат Сфира опубликала свои размышления, музыкант Шлома Бар организовал группу «Габрера Гатеид». «Габрера Гатеид» означает «естественный выбор». То есть, да, группа оставила восточные художественные идеалы в широком плане, открыто противопоставляя их западным. Отвергая высшее достижение западного музыкального искусства, сложную и утонченную архитектуру звука, Бар сделал ключевой чертой своего творчества типичную для восточной музыки спонтанную импровизацию. Да. Следующая группа молодых музыкантов во главе с Авиху Мединой. Авиху Медина. От них отмахивались и их называли «кассетными певцами», потому что их песни можно было достать только в кассетах. Их произведения способствовали крушению идеи асситизы в том виде, как она первоначально выдвигалась, и свидетельствовала о распаде культурного плюрализма. Так писал французский композитор Пьер Булле. Так. Еще. Основоположники израильской музыки. Менахем Авидом, Бен Цион Аргат, Хаим Александр, Александр Урия Боскович, Пауль Бен Хаим, Харил Соломон, Мардыхай Сетер. Не записывайте это все, послушайте просто. Эден Портош. Вот бы дал бы я в этом тесте вопросы. Эрих Вальтер Стербих, Йосиф Таль. Поселились в Эрис-Израиль накануне Второй мировой войны. Здесь уже было самосознание еврейское, израильское и иудейское. Он пытался приступить к черту. Сделать музыку религиозной, народной, фольклорной музыкой, а также и профессиональной. Кроме того, был такой новый стиль. Но затем наступил откат. И фактически композиторы оказались в глубоком депресснике. И таким образом были три этапа в развитии израильской музыки. Значит, первый этап, они повернулись к востоку. На втором этапе они вернулись на прежние позиции. А третий этап, это уже этап сбалансированного синтеза востока и запада. Так, ну давайте уже, да, уже закончим, закончим. Значит, Жак Ланшан, критик газеты Le Monde, выступил с обширной стадией о третьем израильском фестивале, которым уделил внимание обсуждаемую синтезу, то есть синтетическое направление, и Мордехай Сетер, Мордехай Сетер, пьеса Сетера Тикун Хацот, полуночная молитва. Она стояла, да, на позициях синтеза. Там включались и религиозные, и восточные, и западные, ашкенадские элементы. Но, как говорили критики, это уже так смешано, что трудно различить их в рамках чисто израильского синтеза. И к 90-м годам Израиль ушел от 30-х годов в стремлении выковать национальный стиль, и практически сейчас современная музыка Израиля, она настолько разнообразна, как мы сегодня видели, да, что говорить какой-то национальной, именно еврейской музыке, да, невозможно. Понимаете, когда меня спрашивают, значит, а вы говорите на еврейском языке? Я всегда спрашиваю, на каком? Да, потому что у нас часто говорят еврейский, значит, это имеется в виду какой-то идиш, да. Так на идиш я не говорю, но кое-что понимаю, да. Вот, но ладина я и не говорю, почти не понимаю, разве что немножко по-румынски понимаю. Да, есть очень много еврейских языков, есть очень много еврейских культур, есть очень много еврейских музык, хорошо? Ну, еще некоторые вещи из очерки, небольшие мы поговорим завтра немного, если будет возможность, мы еще посмотрим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!